Первый домашний матч нынешнего чемпионата Пинской волне предстояло сыграть с непростым соперником. Перед субботним поединком история противостояния двух команд насчитывала 18 игр, в 12 из которых победа оставалась за гранитом, и всего лишь 4 виктории одержали пинчане. Долгожданная домашняя встреча собрала почти 900 болельщиков, которые, несмотря на природные капризы, пришли поддержать свою команду. Большую часть первого тайма попытки обеих дружин развить опасные моменты у ворот соперника так и оставались лишь попытками, которых, к слову, было больше у гостей. Пинчане действовали гораздо скромнее, почти не представляя никакой угрозы воротам гранита. Однако счет встречи открыли именно хозяева. На 31-й минуте бывший капитан волны Сергей Володько реализовал пенальти. Ответ гранита не заставил себя долго ждать. Спустя всего несколько минут Сенкевич, воспользовавшись огрехами в обороне пинчан, сравнял счет. До конца первой 45-ти минутки усилия команд изменить ход встречи в свою пользу не дали результата. Финальный счет игры был установлен во втором тайме и не в пользу волны. 1-2. Заслуженная победа в Полесском дерби досталась команде из Микашевичей. Играть-то было рано. Мы грамотно сыграли. Мы знали, что команда будет создавать давление. Надо дать должное. Мы сделали все правильно. Может, что-то не хватало. Хотел бы в первую очередь принести свои извинения по поводу поражения. Мы, естественно, настраивались всю неделю и знали, что нам предстоит дерби. Но, если честно, у нас сегодня ровным счетом ничего не получилось. Ни игра впереди, ни взаимодействие на флангах. Абсолютно ровным счетом ничего. Возможность реабилитироваться после неудачного домашнего поединка у волны появится 22 апреля. На выезде пинчане сыграют с Минским лучом.